Когда Миша Анисимов пришел с армии, он не знал, как нужно правильно рисовать. Просто взял мольберт в руки и на этюды пошел. Вот первая работа «Сосна», вот вторая работа, тоже в лес забрел. Ну тогда были такие мысли о Шишкине, о Левитане, туда-сюда. Ну вот уже попозднее, это 1984 год пошел, тут я уже обратился к индустриальному пейзажу. Вот новотрубный завод, это ТЭЦ. Рисовал сначала то, что видел, в стиле тогдашнего соцреализма. Видел город таким, каким он был и каким останется, но только на его работах. А затем Михаил познакомился с Ван Гогом. Увидел плоды его творчества в книгах, потом специально съездил в Москву и Питер на оригиналы посмотреть. Как, допустим, Пикассо сказал, после Ван Гога мы все стали любителями. Потому что Ван Гог, по сути дела, его не признавали как профессионала. Он считался как самодеятельный художник. Ну я имею ввиду тех профессионалов в то время. Хотя для профессиональных художников, для таких как Мане, Сезан или еще его друзья, Гоген, они видели в нем большого художника. Начинающим художник из уральской глубинки поразили работу великого мастера. Во-первых, своей необычной цветовой гаммой, во-вторых, манерой рисования. Ван Гог отличался от своих современников тем, что по-другому видел и изображал этот мир. Это Анисимову понравилось. Начал подожать Ван Гогу и понял, что это прогресс. Михаил стал задумываться, туда ли он идет. Но он шел дальше и дошел до Пикассо. Ну мне у Пикассо тоже не все нравится. Вы не думайте, что он какой-то там, допустим, для меня какой-то идол или какая-то икона, что я там прямо на него молюсь. Нет, это не так совершенно. Просто я считаю Пикассо, он просто гениальный художник. Он мог нарисовать реалистическую работу или рисунок. И мог сделать такое, что не укладывается ни в какие рамки. Михаил Анисимов запасся книгами и видеоматериалами о Пабло Пикассо. И пересмотрел не только все свое творчество, но даже имя. С начала 90-х годов Ми Ани стал зваться. Это очень просто. Михаил Анисимов Ми Ани. Вот и все. Просто Анисимов как-то мне, во-первых, и фамилия как-то не нравится. И во-вторых, ну не то. Вы не подумайте, что это ради какого-то выпендрежа, ради кого-то. Меня иногда спрашивают, ты что, итальянец? Или что, вот так вот. Я говорю, да какой итальянец? Просто Ми Ани, Ми Ани. Я говорю, что вас так удивляет? Я, например, вообще к этому спокойно отношусь. Далее нашел, на чем можно рисовать. Холсты, пожалуй, это неинтересно. Куски ДВП, вот на чем годами творит Ми Ани. Это только у нас почему-то, вот, ценители искусства, они считают, что художник должен писать только на холсте. И мне вот неоднократно доказывали, что вот только на холсте. Я говорю, да пошли вы нафиг с своими холстами. Я говорю, зачем мне это надо? Вот мне удобно писать вот на нем, на ДВП. Во-первых, хранить удобно. Во-вторых, приобретать удобно. Писать удобно. Что я буду подстраиваться под всех? Типа, вот у тебя покупать не будут. Я говорю, да ну и пускай они покупают, мне больно надо. Что это делов-то? Кисти в сторону. Как основное орудие для рисования пальца художника. При этом и палитра не нужна. Во-первых, кисть надо, с ней надо долго работать. Промывать ее надо туда-сюда, чтобы другую каску взять. А тогда я работал больше на эмоциях. Когда я был помоложе, эмоций было больше. Но я и работал, соответственно, по-другому. Цветом работал, больше цвета было. А по пальцам удобнее, чем. Просто тряпкой быстро стер, и все, его не мыть, ничего не надо. Тряпкой стер, из чубика выдавил. Я же не пользовался ни палитрой, ни кистями, вообще ничем. Просто из чубика на палец выдавливаю, и намазал. Вытер следующую краску на палец, и вот так вот картину полностью. И причем большие форматы вот такие вот делал пальцем. Как-то сейчас вот я уже к кистям как-то начал привыкать. А вот к его творчеству общество Первурайска никак не может привыкнуть. Мяне постоянно отрицательные отзывы на картины свои получает. Но он к ним уже привык и не обращает внимания на критику. Говорят, говорят многое. Обычно договариваются даже до такого, что таких как ты надо расстреливать, в тюрьму сажать. Даже до этого договариваются. Я говорю, за что, говорю, меня в тюрьму садить? За то, что я, допустим, нос зеленый нарисовал. Или там ухо, там какое-то не такое. Или что, за что садить-то? А, да ты такой, вот мы работаем, там вот мы настанем, работаем, а ты ничего не делаешь. Типа, я говорю, так я же за свои деньги покупаю, допустим, тот же хлеб. Я же за свои деньги покупаю, я же не ворую, ничего. Но ты же, типа, этого не производишь. Люди этого не понимают. Вот когда ты слесарь, когда ты плотник, когда ты фрезеровщик, вот это люди понимают. Потому что ты работаешь, там, для родины, там, куешь железо, там, металл делаешь, там, машины производишь. А я ничего не произвожу. Моих картин они не понимают. Для чего ты это вообще делаешь, для чего ты это рисуешь, им непонятно. А то, что непонятно, обычно воспринимается враждебно. Я имею право об этом говорить. Потому что я 30 лет отработал на заводе и знаю, что такое простой слесарь, простой токарь, простой фрезеровщик. И отлично знаю, что им надо. Отлично знаю. Так что меня в этом плане не обманешь, что там вот у нас народ интересуется. Да ничем они не интересуются, если честно. Ну, может быть, там и мода там одно время была на Шилова, на Глазунова. Ну, вот на таких непонятных художников. Там кто-то там, да и то это больше интеллигенция, больше там вот такие профессии, как, допустим, вот, преподаватели, там, библиотекари. Больше вот они. А вот так называемый рабочий класс, по-моему, им до фени. Ничего не надо. Меня не считают, что обычным людям кажется, что писать картины просто, а на самом деле... Я здоровье вкладываю, эмоции, энергию свою, ну, вообще все, полностью. Потом, после написания, допустим, работы, выжатый, как лимон. Я вам серьезно говорю, такая усталость, как будто вот на стане отработал. А люди просто этого не знают, они этого не чувствуют, они этого не понимают. А на эмоциональном уровне это очень тяжело. Это все на нервах, потому что... Это просто нужно понять. Но Миане признается, что в его лексиконе нет слова понимать. Живопись – это не математика и не физика, чтобы в формулах не уметь разбираться. Здесь чувствовать нужно. Некоторые смотрят глазами, некоторые смотрят сердцем, картину, допустим, ну, или вообще произведения. Некоторые там другими частями тела там смотрят, кто чем, в общем. Ну, вот у меня такое состояние, что я вот, например, смотрю не глазами, я смотрю своей душой, своими вот внутренними, своим подсознанием. У меня вот все построено вот на этих вот вещах, на подсознании. Я просто когда это предчувствую, хорошо это или плохо, меня это интересует. Я если почувствовал эту картину, там даже бывает любую картину. Бывает просто белое поле и проведена просто полоса. Ну, она вот так воздействует, эта полоса, что я ее почувствовал, то для меня это нормальная картина. Или взять, вот, например, вот тот же черный квадрат, о котором там вот много хайл, там много, ну, негативных впечатлений. Нормальная работа для меня. Я, например, считаю, что он там все изобразил. Там, по крайней мере, есть поле для прочтения ее в любых тонах. Там можно увидеть и ночь, там можно увидеть и космос, там можно увидеть и тишину. Я вот, например, это чувствую, вот эту вот тишину какую-то. А вот попробуйте в живописи изобразить тишину, это вообще абсурд какой-то. Он не приверженец творчества Казимира Малевича, но он не против его смелых экспериментов. Мяне сам бы хотел нарисовать и тишину, и ветер, но это уж как получится. Ведь произведение, оно складывается не из того, что там, ну, это не черчение. Вот в черчении там можно, там, те задачи поставили, там, начертить дом, там, начертить улицу, там, архитекторы, например. А ведь живопись, тут конкретного ничего нет, тут все размыто. Мяне и его живопись понятия неразделимые. Он живет ею, без нее уже никак. Это как любовь неразделенная. И живопись художником делает все, что захочет. Как опризная девушка, ради которой влюбленный мужчина готов на все. Художник ведь, он как пьяница. Пьяница вот когда напивается, ему хорошо становится, ему настроение появляется, он довольный туда-сюда. И художник тоже самое, он от живописи, вот лично я, я от живописи так же пьянею, так же балдею, как от водки. Я вам точно говорю. Просто мне приятно становится, как-то на душе, как-то летаешь. Ну, вообще интересно, вообще хорошо. Почему я живописью и занимаюсь? Если бы, допустим, я от нее ничего не получал, в таком плане, в эмоциональном, я бы и не занимался живописью. Зачем? У Мяне традиция есть на каждый свой день рождения рисовать автопортреты. В будние дни в голове художника рождается множество идей. Волнует его сердце все, и война, и любовь. Вдохновляют даже библейские темы. Я пишу сериями. Вот это вот называется «Сусанные старцы». Ну, вы знаете эту, наверное, библейскую историю, что там старцы подглядывали за Сусанной туда-сюда, вот все это. Вот «Сусанные старцы» в таком плане я ее решил. Вещь совершенно в другом. Сейчас я вам покажу. Вот. Вот «Сусанные старцы» уже вот такая. Вот еще одна. Тут просто мне охота было поработать цветом необычным, вот таким вот, допустим, вот таким розовым, где-то зеленым, где-то вот таким вот. Ну, это по-разному, просто зависит от желания, от эмоций, от своих, от настроения. Жизнь Мяне, пожалуй, бездонный колодец вдохновения. Если муза не пришла, не стоит даже пальцы красками марать. Но если момент вдохновения настал, Мяне бросает все и хватается за работу. Все началось вот с этой вот работы. Я гулял там вон, где хромпик, там около железной дороги, и встретил вот этого товарища, бомжа. У меня руки черные, блин. Такой вещь какой-то необычной. По национальности я понял, он, по-моему, где-то примерно таджик. Так он так шел отрешенно, как будто над землей парил, я даже удивился. Я мимо его прошел, он вот так меня поразил. Блин, я домой пришел, и давай его писать, он у меня все не получался. Вот это вот более-менее достоверный портрет его. Здесь, в этом мире красок и чувств, Мяне художник не боится ничего. Даже пересмотреть творчество своих кумиров, пережить то, что они нарисовали, и нарисовать эти чувства по-своему. У Веласкеса есть такая картина Менины. Вот Пикассо передирал Веласкеса по-своему, там 50 с чем-то вариантов он сделал. В общем, много вариантов. А я один вариант взял и у Пикассо передирал. Ну, конечно, не как у него. Я это сделал по-своему, но в его стиле. Стиль Миани для него самого загадка. Он не знает, как называть свой манер рисования. А стоит ли вообще это делать? Ведь он не создает что-то новое, как сам считает, а просто живет живописью. И если художнику в это его жизнь становится скучно, то он ищет своеобразного развлечения. Был случай в 98-м году. Пришел Миани к другу своему Лимонову, тоже художнику, и за рюмка чая идеей поделился. А почему бы им свои краски на тазики банные не пролить? Решили с этим эпатажным предложением в аду с городских бань обратиться. Там эта заведующая оказалась дамой такой заинтересованной. Ей это показалось весело, так же, как и нам. Мы не преследовали никакой цели прославиться или еще что-то. Даже в голове этого не было. Она говорит, о, ребята, давайте. Я вам дам тазиков сколько хотите. Помещение выделю. Рисуйте, что хотите. Я говорю, ну ладно, но она там помещение нам выделила, но там такая жара. Там уже баня, там всякие трубы проходят, там жарище. Там работать невозможно. Я говорю, нет, я несколько тазиков взял домой, притащил. Лимонов несколько тазиков к себе домой утащил. И вот нарисовали, потом притащили, повесили. Реакция была неожиданной. Самыми чуткими к вопросам искусства оказались, как ни странно, журналисты. Начались вопросы, расспросы, там, туда-сюда тоже. Ну, мы, я говорю, просто не ожидали, что так получится. Мы просто приколоться решили, а они решили, что мы, нет, самая, какую-то там крупную акцию, там, туда-сюда, там, такие. Инсталляции, да? Ага, я говорю, да нет, ничего такого нет. Просто, говорю, вот самое, оказывается, просто так ничего не бывает. Люди видят в этом уже что-то. Протест какой-нибудь? Да нет, не протест, это просто искусство. Какой протест? Против чего нам протестовать? Да протестовать и нет смысла. Пока есть краски и холсты, художники счастливы. Они могут жить и творить так, как им хочется. Искусство должно быть разным, живопись неповторимой, считает Миани. Ему скучно даже небо одним и тем же цветом рисовать. И не нужно пытаться проанализировать его работы. Это просто Миани. И он просто так рисует. Рисует везде, где только можно. В коридоре, на балконе, на кухне, в гостях, на полу. Миани свободный художник. Человек нет мира сего. Нормальных художников не бывает. Если человек нормальный, то это не художник. Чтобы нарисовать, допустим, как Пикассо, или, допустим, как Ван Гог, это уже надо быть с какими-то отклонениями. Либо в психике, либо еще где-то. А взять современных художников. Они же сейчас вообще все-таки что делают. Сейчас появилось столько направлений, столько всяких вещей, что посмотришь, и волосы дыбом встают. Даже у вас? Да. Однако они выставляются, однако они вещат в музеях на Западе. У нас-то это, конечно, близко не пустят. Это не он такой, это страна такая. Дело в том, что за рубежом детей со школы водят по музеям и объясняют, что такое авангардизм, абстракционизм. Россияне, к сожалению, далеки от этих понятий. Сейчас Миани к кубизму обратился. Геометрия чувств и четкие линии изображения. Как еще одна ступенька в лестнице творчества. Лестница, ведущая ввысь в мир художника Миани. Субтитры подогнал «Симон»